Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. В наших краях вообще, особенно в окрестностях нашего поселка, есть множество диких кроликов. Есть тут места, где одновременно с одной точки можно наблюдать 3-4 этих ушастика. Они выбираются из своих нор, ну или из зарослей, рано утром и вечером. Кролики здесь мелкие, довольно тощие, но тем не менее, испанцы их нежно любят. В гастрономическом отношении. И довольно разнообразно готовят. Я не могу сказать, что сегодняшний рецепт конкретно испанский. В нем нет ингредиентов, присущих только исключительно испанской кухне. Но тем не менее, вот это сочетание грибы и крольчатина я почерпнул именно у испанцев. И на мой взгляд, оно достаточно необычно, чтобы вам показать. Давайте пройдем на рабочее место, все расскажу. Если у вас под рукой вдруг не оказалось кролика, используйте курицу. Я так ни разу не пробовал делать, но что мешает поэксперимизировать вам. Для начала надо роматизировать оливковое масло чесноком. А кролика разделить на порционные куски. Мельчить особенно не стоит. Для того, чтобы чеснок лучше отдавал свои ароматы, его можно предварительно раздавить. Ну а теперь начинаю обжаривать. До готовности доводить не надо. Достаточно будет, если все куски побелеют и только местами начнут золотиться. К сожалению, магазинные кролики довольно безвкусные. Надо искать фермерских. Но у меня таких знакомых нет. Пора добавить белого сухого вина. В очередной раз выскажу свое, безусловно, правильное мнение. Вино, которое я рекомендую использовать для готовки. Это золотая середина. Это не супер дорогое вино с богатейшим букетом, но и не жуткая кислятина, которую страшно попробовать. Кролику надо дать потушиться несколько минут, а я тем временем займусь грибами. Чем больше разных использовать, тем вкуснее будет результат. У меня сегодня два вида. На мой вкус мелко рубить не надо. Кусочки должны сочетаться с размерами кролика. Пора грибы добавлять. Ну а теперь нужно накрыть все это дело и оставить на 5 минут. Крышки такого размера у меня нет, поэтому я использую фольгу. А сам тем временем займусь картошкой. По моим наблюдениям, многие испанцы предпочитают блюда подобного типа класть не аккуратно нарезанную картошку, а такую наломанную кусочками. Так, пора добавить лавровый лист и тимьян. И соль, конечно. Да и вообще, если посмотреть на большинство домов в регионе, складывается впечатление, что они, испанцы, в принципе питают отвращение ко всему ровному и аккуратному. На все мои замечания во время ремонта. Не ровно же, что ты делаешь? Они пожимают плечами и говорят «Рустика, сеньор!» Здесь настоящий ад для перфекциониста. Осталось накрыть и томить полчаса. Когда все будет готово, можно это блюдо подержать в духовке под грилем. Буквально несколько минут. Тогда все красиво зарумянится. А можно не морочить себе голову и есть прямо так. Пора уже смотреть, что получилось. Очень простое блюдо. Но аромат впечатляет. Пора снимать пробу. Так, сначала гриб. Если кто-то пропустил, щелкните вот сюда. Я не очень давно снимал ролик про шампиньоны. Вот этот вариант с белым вином. Я думаю, надо попробовать их тушить в белом вине. Получаются очень хорошо. Тут, конечно, еще кролик своего добавил вкуса. Но гриб имеет яркий вкус. Легкую кислинку. Очень хорошо. Так, картошечка. Не менее великолепна. Она пропиталась вкусом и ароматом крольчатины, грибов. Запеклась. Я все-таки подержал это блюдо в духовке до легкой румянистости. Ну и кусочек кроличатины. Друзья мои, даже несмотря на то, что это магазинный, довольно-таки безвкусный кролик, вот в этом варианте мне очень нравится. Я настоятельно рекомендую попробовать. Но не надо пренебрегать пряностями. Тимьян и лавровый лист должны быть здесь. Ну и, естественно, перец. Очень хорошо. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Друзья мои, настоятельно рекомендую попробовать это сочетание. Грибы и нежная крольчатина, ну или нежная курятина, на мой вкус, великолепно. Тонкий аромат белого сухого вина, вот эти пряности, чеснок, все это вместе создает очень и очень приятное сочетание. Да, в обычной, скажем так, русской или российской традиции кролика тушат в сметане, с пивом, еще как-то. Вот этот вариант очень даже хорош. Попробуйте, вы не пожалеете. Новые зрители, обращаюсь к вам. Загляните обязательно в описание видео. Там есть ссылки на соцсети, на ВКонтакт, на Инстаграм, на ЖЖ. Довольно много рецептов я не снимаю на видео, а публикую в виде фотографий и текстов. Загляните, я думаю, вам будет интересно. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»